Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества — это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход к каждому автору. Подробности в описании. Возможная отправка израилем систем ПВО Патриот Украине может иметь определенные политические последствия, заявил по спрет РФ при ООН. Об этой системе Патриот много говорят, очень много было сказано, особенно во время проведения СВО. Что она из себя представляет? Сколько ее могут производить? Сколько она стоит? Вообще ее характеристики. Зенитный ракетный комплекс Патриот представляет собой набор машин, скажем так. В этих машинах, то есть это не единая система, расположенная на одном шасси. Это комплекс машин. Там имеется командная машина, которая обеспечивает управление семью комплексом, выдачу целей и указания. Там имеется, как правило, две машины имеются. Радиоакционная станция обеспечения подсветки целей. Ракеты Патриот полуактивные, поэтому уже подсвечивают цель до момента попадания ракеты. На более новых комплексах там активная головка самонаведения. Но в этом случае радиоакционные станции сопровождения целей необходимы для того, чтобы обеспечить вывод запущенных ракет на больших расстояниях на дистанцию захвата этими ракетами и соглашениями самонаведения этих ракет воздушных целей. Есть, как правило, одна, но, может быть, и две использованные, радиоакционная станция обзора воздушного пространства, которая обеспечивает обнаружение воздушных целей, которые необходимы для контроля воздушной обстановки. На основании этого контроля воздушной обстановки производится автоматизированный выбор наиболее опасных целей, после чего в автоматическом режиме производится передача данных целеуказания на стрельбовые станции и команда на куск ракет на пусковые установки. Вот пример такая организация работы вот этого комплекса «Патриот». Таким образом, в комплексе «Патриот» это может насчитываться там. Да, как правило, там имеется в комплексе его «Патриот» от четырех до восьми пусковых установок. На каждый установок может располагаться, ну, обычно располагается, по-моему, шесть ракет. Значит, одновременно комплекс в ранних модификациях, по крайней мере, те данные, которые есть, может обстреливать до шести воздушных целей, поражать воздушные цели. Если, значит, более совершенные комплексы, более современные модификации, там, ПАК-3, например, вероятно, может обстреливать и большее число целей. Поэтому, когда мы говорят, говорят о том, что нанесён удар по комплексу «Патриот» уничтожено, там, что-то, то надо, что именно уничтожено. То есть, если, скажем, уничтожена одна-две пусковых установки, ну, это просто снижает возможности этого комплекса по количеству выпущенных ракет. Но не снижает возможности комплекса по числу обстреливаемых целей. Если уничтожена радиолокационная станция обзора воздушного пространства, то это очень серьёзная потеря укола для комплекса, поскольку в этом случае комплекс лишён способности обеспечивать применение ракет по своим данным целеуказаниями, у него внешнее целеуказание, что далеко не всегда бывает возможным, и резко увеличивает время реакции комплекса на появление воздушных целей. Если уничтожена командная машина, то фактически комплекс лишён способности вообще что-либо делать. Он выведен из строя. Уничтожение стрельбовых станций тоже полностью вводит комплекс из строя. Поэтому вот тут момент. То есть это серьёзная система оружия. Дальность стрельбы ракетами этого комплекса ранних модификаций лежала в пределах 70 километров. Более современные имеют дальность боя 150 километров. Особенностью комплекса состоит в том, что он ориентирован на решение задач поражения высотных целей. Для борьбы с низковысящими целями, как показал опыт событий на той же самой Украине, возможности этого комплекса невелики. Как показал опыт применения этого комплекса для защиты от беспилотников, особенно вот тихоходных, которые применяли хуситы против Саудовской Аравии, которая имела на вооружении самыми современной модификацией комплекса «Петриот», то можно сделать вывод, что этот комплекс вести борьбу с такими воздушными целями не способен. Ну, наверное, это и нет смысла, поскольку ракета этого комплекса стоит, ну, не знаю, наверное, как миллион вот этих беспилотников. Одна ракета. Вот сбивать такими ракетами такие беспилотники, все-таки безумие. Далее, что можно сказать про этот комплекс? Что касается способности этого комплекса вести борьбу с баллистическими целями, то, как показал опыт операции «Буря в пустыне» и «Незгибаемая свобода» 2003 года, а «Буря в пустыне» 1991 года, возможности этого комплекса по поражению баллистической цели тоже невелики. Средним считается, по опыту применения этого комплекса для поражения устаревших ракет типа «СКАТ», которые «СКАТ-А», «СКАТ-Б», которыми располагал «Ирак». Вероятность перехвата этой баллистической ракеты составляла где-то 0,2-0,25. То есть для сбития одной ракеты требовалось от двух до четырех выпущенных ракет от этого комплекса «Петрио». Но при этом надо иметь в виду, что вот эта ракета «СКАТ», которая была, это ракета, которая идет по обычной стандартной траектории, не маневрируя. И там нет отделяемой боевой части. То есть летит не просто маленькая, малозаметная боевая часть, а большущая ракета. Вот по ней 0,2-0,25. Ракета «Стрельба» по квазибаллистическим ракетам, такими как, например, комплекс «Исканберг», показал опыт Украины, что комплекс «Петрио» перехватывает такие ракеты, во всяком случае, те, которые были поставлены на Украину, не способны. Вот, собственно, что можно характеризовать возможности вот этого зенитного ракетного комплекса. По стоимости он невероятно дорогой. Весь этот комплекс с учетом боекомплекта ракет плюс боекомплект ракет. Правда, не кажется, какой. Ну, стандартный боекомплект ракет, который загружается в пусковой, оценивается в миллиард долларов. Это сумасшедшая цена. Безумие какое-то. Все, что я могу сказать. Вот. Ну, тем не менее, такая цифра называется в средствах массовой информации в открытых источниках. Поставка восьми комплексов из Израиля говорит о том, что этот комплекс, видимо, при отражении тех целей, которые были направлены на Израиль Ираном, а это были баллистические ракеты, это были крылатые ракеты, идущие на малых, предельно малых высот, и беспилотники. То есть весь тот спектр оружия, против которого этот Патриот неэффективен. По низковысотным целям он не работает, по беспилотникам он не работает, по баллистическим целям он работает, но с очень низкой эффективностью. И поэтому, по всей видимости, израильтяне приняли решение от него избавиться. Потому что в предстоящей схватке, если она состоится с Ираном, этот комплекс, эти восемь батарей, будет малоэффективным. Он оптимизирован для ведения борьбы с авиационной техникой, пилотируемой или беспилотной, но так или иначе авиационной техники классического типа. То есть это самолет, идущий на высоты. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям семь дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова